ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первые люди, когда утеряли благодать Божию, горько оплакивали происшедшее. Но уже сами вернуться в рай не могли. И Господь дал им обетование о том, что придет в мир Спаситель. И этим ожиданием человечество в лице израильского народа, избранного Богом, оно жило несколько столетий, даже не столетий, а тысячелетий. И, казалось бы, вот уже скоро. Но нет. Много было в жизни людей всяких испытаний, связанных вот с этим отступничеством от Бога. Человек отступил от Бога и приобрел множество проблем, главный из которых – это то, что человек потерял истину, ориентир в жизни. И потеряв истину в лице Бога, человек заблудился. И заблудился так, что вообще память о Боге осталась в очень немногих людях, живущих на земле. Когда все-таки свершилось обетование Божие, и в мир пришел Спаситель, то очень немногие люди из всех-всех-всех людей, живущих на земле, они его приняли. Хотя, как сказано в Писании, он пришел к своим, к тем людям, которые ждали его, которые знали о том, что он должен прийти, и они его не узнали. Настолько люди исказили свою внутреннюю природу, настолько люди исказили все, даже Слово Божие. Бог дал людям закон, которым они должны были руководствоваться, с тем, чтобы не утерять память о Боге. Потому что это было самое важное. Все остальные уже утеряли. Все люди, живущие по земле, они уже давно стали поклоняться каким-то рукотворенным богам. Сами их придумывали, сами их изготовляли, и самим клонялись. И только в небольшой части людей, живущих на планете Земля, осталась память об истинном Боге. И даже среди этих людей многие, они Христа не приняли. Очень небольшая часть. Оно и сейчас так же. Ведь Господь же пришел ко всем ради каждого из нас. Но люди очень равнодушно к этому относятся. Ну, пришел, ну, родился. Вот слово Рождество людям известно. А чье Рождество далеко не всем известно. Люди проздравляют друг друга с Рождеством. Чьим? Спасибо. Кто-то, может быть, ну, так вот, напрягши свою память, вспомнит Христов. А, собственно, что это за событие, люди не знают. Стало неинтересно. Когда человек утерял Бога, то на место Бога в жизни человека стал дьявол. Он об этом мечтал. Он хотел занять место Бога. Но на небесах не получилось. Он был низвергнут с небес. И тогда дьявол занял место Бога в сердцах людей. И продолжает этим заниматься и властвовать. Недаром его называют князь мира сего. Да, ему подвластны то, что здесь на земле происходит. Бог дал ему власть искушать людей. Потому что через искушение, ну, по-славянски искушение, по-русски испытание. Человек может прийти к тому, что он утерял и утратил. Человек может прийти к Богу. Может. А может не прийти. Это в зависимости от того, захочет ли он. Господь является в жизни каждого человека. И верующего, и неверующего. Призывая его восстановить с ним отношения. Но люди этого не принимают. Нельзя сказать, что не понимают. Понимают. Но не принимают. Не нужно. Мне и так хорошо. Мне моя жизнь нравится. Зачем я буду что-то в ней менять? Бог есть, ну и пусть будет. Только бы он в мою жизнь не вмешивался. А то, что эта жизнь, она очень коротка. И то, что придётся всё, что ты приобрёл в этой жизни, оставить на земле, а самому перейти в мир иной. Об этом люди стараются вообще не думать. Ну, когда это ещё будет? Ну, когда будет, тогда, собственно, и будем этот вопрос решать. Зачем заранее себя огорчать? Всякими мыслями о смерти, мыслями о том, что потом может быть плохо. Давайте сейчас жить теми проблемами, которые есть сейчас. А когда возникнут проблемы с будущей жизнью, ну, тогда мы их и рассмотрим. Но тогда может быть поздно. Ибо Господь хочет, чтобы мы сейчас об этом подумали. Вот пришёл в мир Бог, который сотворил всё, всю Вселенную, который сотворил Землю, насадил на ней деревья, создал атмосферу, жизнь на земле, породил, человека создал. Пришёл к человеку Создатель, и он человеку не нужен. Не нужен. Почему Христа распяли? Он мешал им жить. Ну, казалось бы, ну, пришёл человек с некоторым своим учением. Ну, пусть учит, что земля ж большая, что всем места хватит. Тогда, во времена Иисуса Христа, его земной жизни, не так было много людей на планете. Всем было место. Но нет. Он, хотя не претендовал ни на царский престол, ни на какие-то начальствующие должности, он никого не подсиживал, он никого не сдвигал, он не призывал к революции, он не устраивал государственные перевороты, ему это всё было не нужно. Он учил людей любить Бога по-настоящему. И его возненавидели. Возненавидели за то, что он не такой, как они. Вообще, это очень свойственно человеку ненавидеть того, кто другой, не такой, как я. Возненавидели его за честность, за правду. Он говорил правду, они не могли ей противиться, они ничего не могли возразить Христу. Что бы они его ни спрашивали, его ответ всегда был прост и истинен. И нечего было сказать. И озлоблялись. И озлобились до того, что пошли на нарушение закона Божьего, которому они были призваны служить. Давайте убьём его. И все обрадовались, какая хорошая идея. Какая замечательная идея. Но в законе вашем, которому вы следуете, написано «не убей». Ну и что, что там написано? Он нам мешает. Вот Бог мешает человеку жить. Бог создал человека и дал ему жизнь. А человек настолько изменился под действием греха, которому служит, который возлюбил больше всего на свете, что готов убить того, кто человеку благодетельствует. Вот такое безумие, оно со стороны кажется совершенно невозможным. Но это есть реальность. И не только того времени, когда жил Господь Иисус Христос, а и в наши дни также. Как только Бог появляется в жизни человека, человек пытается его прогнать. Ну, потому что человек любит тьму, в которой пребывает. В мир пришел свет, а люди его не захотели. Нет, та тьма, в которой мы живем, нас вполне устраивает. Так она устраивает и большинство живущих сейчас. Она вполне устраивает. Зачем что-то там просвещать, освещать? Да достаточно того, что и есть. Хватит. Ну, только денег бы немножко побольше, здоровья немножко получше, и чтобы ко мне относились с уважением. Собственно, большинству людей больше ничего не надо. И оставьте меня в покое, и не вмешивайтесь вы в мою жизнь и не учите меня жить. Я все сам знаю, я все сам умею. Ну, значит, сам умеешь. Но Господь не оставляет попытки достучаться до наших сердец. И, знаете, получается, вот иногда человек, ну, совсем далек от Бога, а потихонечку, потихонечку, иногда несколько десятков лет проходит, и сердце человека для Бога открывается. Вот человек уже за 70, а он приходит в церковь и просит его покрестить. А раньше? А раньше он об этом сначала не думал, потом этому противился, это все отвергал, все это от себя отгонял, все эти мысли, все эти предложения. Но каким-то непостижимым для нас образом все-таки благодать Божия сумела проникнуть в сердце этого человека. И это сердце преобразилось. Вот когда благодать Божия приходит к человеку, то его внутренний человек, наша сердцевина, сердце, оно преображается. И человек выходит навстречу тому, кто сначала был ему совершенно неинтересен, а стал интересен. И вот поэтому Господь медлит. Казалось бы, этот мир, восставший против Бога, он уже достоин давно провалиться от кромешной. Вот со всеми их человеческими изобретениями современными. Вот туда вах. Но нет, вот так Бог возлюбил нас с вами, что не теряет надежду на то, что и наше сердце преобразится, что, несмотря на все наши греховные привычки, мы с вами все-таки выйдем навстречу Богу. Он навстречу нам уже вышел. Он уже все сделал для нашего спасения. Все. Осталось только нам с вами ему выйти навстречу, открыть свое сердце, пустить его в свою жизнь, прислушаться к его словам и заповедям и пойти за ним. Он же никого не толкает куда-то там в неизвестность. Он говорит иди за мной. Он первым прошел тем путем, которым каждый из нас должен пойти. И Бог надеется, что мы откликнемся с вами на этот призыв и пойдем за ним. Ибо это, этот путь, единственный путь, ведущий в жизнь вечную. А все остальные это не жизнь. Вот когда человек мучается, страдает, тяжело болеет. Ну как живешь? Он говорит, это не жизнь. Вот мука это жизнь не назовешь. Это мука. Поэтому одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. да, человек не исчезнет, человек не перестанет быть, но то состояние его души жизнью никак не назвать. И не Бог тому вина, что человек наследует вместо жизни муку. Как сейчас модно говорить, это наш выбор. вот воистину этот наш с вами выбор. Прийти в храм и возрадоваться вместе с небесными воинствами и со всей церковью этому величайшему празднику Рождества Христова. Или остаться дома, поехать там в лес, кататься на лыжах, на дачу жарить шашлыки, посетить друзей, посмотреть телевизор. Ну это же наш выбор. Это каждый человек выбирает каким законом жизненным следовать, какими путями идти. Это каждый из нас принимает решение быть милостивым или отвергнуть милость, быть честным или лукавым. Это же каждый человек выбирает пойти навстречу просящему или сделать вид, что я его не замечаю, его не слышу и что мне вообще очень некогда даже выслушать его. Это же каждый из нас решает. И вот это и есть те самые шаги, которые либо за Христом ведут нас с вами, либо уводят нас от Него навечно. навечно. Некоторые люди думают, ну я вот сейчас повременю немножечко, а потом догоню. А уже оказывается, что время-то догонять нету. Всё. Вот надо было идти тогда, когда звали. И вот Господь очень надеется, что может быть вот с этого праздничного дня и наша жизнь, она преобразится, что Господь пришедший в мир, Он и в наше сердце придёт. И мы вместе с Ним пойдём уже остаток жизни вдвоём. Не как это было раньше, я всё сам, я всё знаю, и меня учить не нужно, а уже со Христом вместе. Потому что только вместе с Ним человек может одолеть этот путь, ведущий в жизнь вечную. Помоги нам в этом, Господи, с праздником. Аминь. 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 Аминь.